Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня я вам расскажу о Таганроге и о том, как прошел мой отпуск по незабываемому городу. Мы ехали поздно ночью и к 5-6 утра попали в очень жуткий туман под Ростовом. Это очень осложнило дорогу и пришлось ехать около 40-50 км в час на протяжении пары часов. Когда же мы наконец-то добрались до города, сказать, что мы были удивлены и не сказать ничего. Разруха, которая там царит, просто поражает. Ну и назвать это морем очень тяжело. Мы сильно не отчаялись и решили, что помимо моря можно посмотреть разные места в городе, ведь он достаточно немал. Точнее он просто огромен для такого места. Но ничего интересного там практически нет. Все самое интересное оказалось за пределами Таганрога. Это музей под открытым небом Танаис. Таганрога. Остатки древней Греции, которые вы можете посмотреть за очень маленькую плату. 450 рублей стоит вход во все музеи. И впечатлений останется очень и очень много. Посмотреть древние амфоры, кстати, которые можно приобрести на кассе. И соответственно узнать о жизни древних греков. Дальше мы отправились в Миржаново. Это 30 километров от Таганрога. И посетили удивительное место, а точнее маяк. С него открываются просто невероятные виды. Это точно место стоит посетить. И стоимость посещения маяка 200 рублей с человеком. Тоже очень и очень дешево. Помимо маяка в этом живописном месте, вы также можете прокатиться на лебедке, покушать вкусного мороженого, покачаться на качалях с гостью. И еще несколько разных вещей, которые может быть кого-то удивят. Возвращаясь же к самому городу, мы решили провести более детальную экскурсию. Мы нашли дом в Чехово. Мы ходили по всяким экскурсиям. Даже пытались съездить на яхте. Но, к сожалению, море очень сильно штормило. И это нам не удалось. Подводя итоги нашего возраста... Один-то раз, особенно в этой ситуации, из-за того, что сетевизация, то вакцинация, вполне можно посещать. В принципе, наполнение, что не интересно. И как-то сейчас расход в область не требует. Нечет про Солидарского края. Поэтому, если вы не хотите делать прививку, или не делали ее еще по каким-то причинам, это место вам подойдет на 10 км. Ну и, соответственно, хочу порекомендовать эстап Кэрикоин. Тот же самый вкусный бургер, который нам придается делать. И только бы ради этих бургеров все осталось. Я хочу вам рассказать историю, которая произошла уже с последней из нашего пребывания на море. В городе Таганроза. Мы приходили по набережной. Это такая традиция. Так что, каждый день попрощаться с морем. Если вы находитесь у морского берега, далеко ли. И мы обнаружили очень страшную длинную вещь. Эти деревья будут создать и непонятные паутины. Оказалось, это не просто паутина. Это последствия белой американской бабочки. Оказалось, что она сейчас находится не только в Ростовской области, но и, соответственно, то, что у нас в Ростовской области мы видели. Это кошмар. Это животное уничтожает все растения на своем пути. И уничтожить белую бабочку можно только с помощью огня. Вот такой кошмар она творит с растениями. Поэтому, если увидите, будьте аккуратны. Это очень опасный вредитель. Спасибо вам за внимание. Подписка, лайк. Люблю вас. Спасибо. Спасибо.